А душа и есть настоящее ты, А тело, за которое ты так цепляешься, Лишь сезонная оболочка, кокон, Из которого вылетит бабочка, И насколько она будет уродлива или прекрасна, Зависит от тебя. Вот такой парадокс. Живи, не причиняя вреда, А тело дано, чтобы действовать. Именно этими словами поэта и музыканта Саши Растича Я с самого начала и хотел начать эту нашу с тобой встречу. Почему ими? А тут все просто. Именно эти слова отражают мое мировосприятие И отношение к религии. И это к тому, чтобы не началось в комментариях Поливание грязью и крики в духе Ах ты ж проклятый дьяволопоклонник. Не-не-не-не-не-не. Я все эти штуки с поклонениями уже перерос. Хотя чего таить. С работой Антона Шандорлавея Ознакомился еще давным-давно. Но именно по всем приведенным выше аргументам Теперь для меня тот самый дьявол, сатана и прочее название Это просто персонаж. Ага. Именно персонаж, который завоевал себе место в поп-культуре Или, если хотите, в гип-культуре И пользуется чертовски хорошим спросом Не спешите спорить, ведь сегодня мы досконально разберемся в этом вопросе Как же так вышло? А пока присаживайтесь поудобнее В самом мрачном питейном заведении на просторах ютуба Проверяем, уплачено ли за выпивку пальцем вверх Стала ли серой кнопочка подписаться А колокольчик треснул от ваших ударов по нему Если все готово, то разумеется Вот очередная ачивка А зачем они? Хе-хе Скоро узнаешь Пока же давай разберемся Че там с этим дьяволом? Итак Речь у нас сегодня идет о таком парнишке, как Люцифер, Сатана, Вильзевул, Дьявол, Черт, Мефистофель Короче говоря, его называют по-разному Но суть это не меняет В общепринятом понимании Это эдакий религиозно-мифологический персонаж Который является эдаким верховным демном зла Властелином ада Подстрекателем людей к совершению грехов В общем, эдакое прям абсолютное зло И зло это крайне регулярненько фигурирует Во всевозможных ответвлениях искусства С одной стороны Это мифологический персонаж Который выступает в качестве воплощения зла В околорелигиозных произведениях С другой стороны Это всемогущий злодей Которому может противостоять Только эдакий максимально хитрый И смекалистый главный герой А с третьей стороны Это самое интересное Это прям такой добряк Хороший прям такой братан Отличный друг И в общем прям такой Ангелочек Если обобщенно говорить о том Какие ему достаются роли Во всевозможных произведениях То тут можно выделить набор Самых жестких и задосжигающих пунктов Вот взгляните, например, на пункт первый В котором дьявол Это эдакий мультимиллиардер Скупающий души Например Дьявол приходит на подмогу Какому-нибудь там Смертному немощному рыцарю Который не может победить Какого-то там дракона Для того, чтобы стать Капецки уважаемым героем Тут-то ему наш Бро-дьявол И предлагает сделку В общем, давай Ты мне душу А я тебе Мега-бумпалку Гэнгстер-щит И много-много хитпоинтов Не ощущающий душу Как эдакую материальную ценность Наш немощный рыцарь соглашается Обрекая себя тем самым На вечные муки Ха-ха-ха Но не забываем Нередко Дьявол может и обхитрить Нашего героя Как это делают Обычные мошенники И заставить заключить сделку Об отдаче ему душинки Обманным путем Он ведь в конце концов дьявол Максимальное зло Так что Ему-то в принципе-то можно Вариант второй С появлением дьявола Это эдакий клишированный Welcome to hell В некоторых произведениях Описывается сошествие нашего Да чёрт с ним Пускай опять Немощного рыцаря Прямиком в ад Где он встречается С главным, так сказать, боссом Сатаной Который сидит там И всё, чьи делает Это мучает всех грешников И тут веселье ради Наш бро-сатана Начинает строить Несчастному нашему рыцарю Различные козни Чтобы хреный царь Не смог найти то Зачем он собственно И явился в это адское пекло Тут конечно мораль ясна Не ходите рыцари в ад Переходим к варианту третьему Нередко дьявол Наделяется способностью Менять обличие Иногда Очень привлекательным Становиться Угу Иногда говорят, что у него нет Одного Определенного Облика Но в принципе-то да Каноническое изображение Это эдакий Огромный Страшный Рогатый Красный Монстр Объятый Языками Пламени И плюющийся Огнем И весь такой Страшный С вилами Объясняется это По-видимому Тем, что дьявол Наверное Обитает в аду То есть под землей А там знаете Кипящая магма Жидкое ядро И вообще Достаточно Жарко Что ж Все может быть Все может быть Может от этого Он такой И разгоряченный Но Ладно Не будем задерживаться Вариант четвертый Мой так сказать Излюбленный Это Если дьявол По какой-то причине Не может показаться Миру в своем теле Он выбирает чужое И вселяется в него Чтоб Доварить Зло Злодейское Часто это тело Беззащитного Ребеночка Почему бы не выбрать Тело посильнее Скажете вы мне Например Крепкого мужчину Который способен Спустить Какого-то там Экзорциста Прямиком С лестницы Скорее всего Сказывается мнение Что пожар Легче предупредить Чем потушить То есть Сопротивляться Вторжению Взрослый человек Может В то время Как самостоятельно Изгнать дьявола Нет В любом случае С одержимым Начинают твориться Ужасные И пугающие Вещи А сам Одержимый Начинает вершить Различные Непотребства Ох Че только не творят Помочь ему Может разумеется Только ритуал Экзорцизма Но Это не точно Что поможет Пятый же вариант По сути Самый редкий И встретить его Подобно Поиску Снежного человека Но все же Он тоже Имеет право На существование И так Тут очки У нас дьявол Предстает В виде Жертвы Ага Вам не послышалось Да-да-да Работает это В общем Во как Хотя Чаще всего Дьявол В кино и литературе Или в играх Там И в комиксах Это эдакое Олицетворение Зла Можно встретить Вот смотрите Какую позицию Роль протагониста Отводится дьяволу В произведениях В которых Единый бог Это тиран Черт возьми И злодей Пускающий людям Пыль в глаза Обычно Авторы играют На однобоком Описании Изгнание дьявола С небес Кратко Дело было так Один из ангелов Вел себя нехорошо За что Остальные ангелы Во главе с богом Изгнали его Нафиг С тех пор Существует четкая Граница Между добром И собственно Злом Добро То что одобряется Богом Зло То что Не одобряется И впрямь выглядит Немного Да Знаете так Сомнительно Диктатура Поэтому и появились Такие Знаете Сомневающиеся Которые Начали разбираться В природе Дьявола Наделяя его Светлыми мыслями И стремлениями И противопоставляя Ему бога Бог в таких Произведениях Это Знаете Такой Злодейский Тиран Тиранище Наслаждающийся Своей властью И ограничивающий Свободу Своей пастрой А иногда Вообще Жуткий Садист Наслаждающийся Людскими Мучениями Ну и Кто тут Теперь Зло И Вроде Как На этом Возможно Стоило бы Перейти К более Частным Случаем То есть Показать Все На пальцах Но давайте Еще вот что Обсудим Почему Дьявол Такой Злой Чем Он Собственно Вообще Мотивирован В оригинале Короче говоря По канону Уж извините За такую штуку По лору Первой книги Где упоминается Наш братан Сатан Основным Его мотивом Было Простое Искушение Эдакое Подталкивание Человеков К действиям Противоположным Христианской Морали Требующей Самоогранчения И противостояния Страстям Проще говоря Дьявол Эдаке Зазывало В заведение Подобное Моему Со всякими Там Куртизанками Гвинтом И прочим Весельем И хмельными Делами Но Со временем Его образ Скатился До обыгрывания Некоторых Библейских Сюжетов Свершение Пророчества О приходе Антихриста А следом И второго Пришествия Мессии Да Шо логически Довольно таки А также Месть за свое Нелучшее Существование Или же Опять же Искушение Ну или Маленько реже В качестве сюжета Образующих Мотивов Дьявола Выступает Желание Эдакое Клишированное До ужаса Убить Что мы с вами знаем Наши предки Были людьми Простыми И грубо говоря Что священник Сказал В той повели Потому-то В былые времена Одно упоминание Дьявола Заставляло Каждого Намочить Портки И все дела Но Мир изменился И сегодня Все больше и больше Людей Переходят На мою Темную Сторону Не Не так Все больше и больше Людей Становятся Реалистами И воспринимают Ту самую Первую книжку В жанре Эпик фэнтези Как просто Книжку С разными Там персонажами Героями Злодеями И все дела А вместе с тем Напрочь Потеряв страх В духе Дьявол Принял за мной Принялись шалить С этим персонажем Как угодно Впихивая его Во всевозможные Произведения Искусства Иногда Ради прикола А иногда И для морали Примеров тому Превеликое множество Для меня Допустим Первое Этакое Интересное Знакомство С дьяволом Произошло Очень давно При прочтении Мастера и Маргариты Михаила Булгакова Ну да Не фэнтезиа Но все же Антураж прикольненький Сталинская Москва 20-х годов Но как по мне Именно Булгаков Смог подать нам Дьявола Под этаким Особым соусом В упаковке Совкового Городского Фэнтези И в литературе Еще очень И очень Долго Можно ковыряться И встречаться С нашим Адским Сатаной Но если Свернуть на Другую тропку Именуемый Сериалами Ооо Тут-то Просторы Широки Ибо Мелькает Дьявол Где только Можно Например Доктор Кто? Жнец Сумеречная Зона Сверхъестественные Секретные Материалы Страшные Сказки Сонная Лощина И конечно Сериал Люцифер Где главный Герой Кто? Ага А сам Дьявол Но для меня Во всем этом Сборище Любимчикам Остается Спокойно Сдержан И обаятельный Главный Злодей Первых Пяти Сезонов Не бомбить Сверхъестественным Ну и раз уж Упомянули Сериал Люцифер Тут сугубо Имха Попрошу Без негативу Сериал Люцифер Сильно Разочаровал Меня С самого начала Это довольно Какий шаблонный Как по мне Сериальчик Про детектива Со сверхспособностями Который При этом Никто иной Как Сам Дьявол Трамп Тададам Да Написано Слабо Снято Дешево Сыграно Так себе А самое Занятное Что сериал То базируется На комиксе И сериал Черт возьми С комиксом Не идет Просто Ни в какое Сравнение Ведь комикс Посвящен Крестовому Походу Люцифера Против Бога Но подано Все это так Что мы искренне болеем именно за дьявола это не буквальная война с раем за небесный престол за власть все куда тоньше единственная власть которая волнует люцифера это власть над собой он жаждет творить собственную судьбу но в мире созданном богом он всегда будет лишь тенью создателя его куклы он хочет спастись от предопределенности от вторичности создать собственный мир а значит стать демиургом равным богу и черт возьми это ведь просто восхитительная мотивация если уж брать кино то здесь просто можно закопаться ибо это можно сделать бесконечный просто список да ну да ладно давайте глянем что там с играми а тут как нельзя все просто и дьявол видеоиграх традиционно выступает в качестве этого финального босса о диабло и данте с инферно до doom и the blinding of айзек но кое-где он играет иную роль например в серии taken целая династия ключевых героев несет в себе ген дьявола а во второй части дьявол оказывается и финальным боссом и даже играбельным персонажем но помимо комикса который мы упоминали по которому сериал сделал дьявол мелькает и в других да 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 но зачастую его имя предпочитают не использовать мало ли там авторские права в общем да изобретают так сказать его заменитель так допустим у marvel и есть сата аниш подобно дьяволу он исполняет желание людей но да разумеется забирает взамен душ или допустим а зазель один из самых первых мутантов появившихся еще во времена христа а также и мефисто и понятное дело не встретить дьявола можно еще в куче и куча произведений было бы желание искать а для того чтобы было искать проще напиши к нам всем в комментариях какое воплощение дьявола в поп или дик культуре тебя понравилось больше всего и давай вот еще как итог думаю если ты досмотрел этот ролик до конца то твое восприятие дьявола как просто эдакое злое зло куда-то да и пропало может маленько ведь это просто персонаж согласись а персонажи как мы знаем могут быть разные на то лишь воля автора на этом же откланиваюсь допрощаюсь надеюсь было интересно и все дела поэтому не забудь там палец вверх колокольчик подписка и все такое а в общем да до встречи в фэнтези таверне пойдем сыграй 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 доставки высоки не бойся это только лишь душа подумай что даю замен все слава женщины власть поверь могу все это да а не сюда на перекрестке я стою и жду кого ты ждешь получить свою душу и 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